Приветствую, друзья! Вот в чем заключается суть путинского режима. Ключевое в нем – это несправедливость. Это что такое несправедливость? Это отсутствие равных шансов. Я не говорю про равенство в достатке или заработке. Здесь как раз неравенство может быть, а может и не быть, справедливым. Несправедливость – это неравенство в правах, в доступе к реализации прав. Это неравенство возможностей. И это неравенство у нас начинается с самого верха пирамиды. У нас же чуть уже не напрямую в Конституции записано, что никто не может быть президентом, кроме Путина. Ну или того, кого он сам назначит. На время. У нас у формально избираемого президента царский дворец размером с два Версаля. Ну, только золото там побольше, чем в Версале. Спасибо коллегам из ФБК за фотографии. К слову, дворец этот не один. И мы узнали про него как раз потому, что Путину он не подошел. Ну, не понравился. Вот вам футболка. Не понравилось, вы ее не носите. А ему дворец. И мы как-то ко всему этому привыкли за 20 лет. Ну, вообще-то это дико. Дико и несправедливо. Почему, например, приход Путина на пост это нормально, а когда кто-то другой через вроде бы законные механизмы пытается стать президентом, то это попытка захвата власти. И они занимаются тем, что пытаются в интересах, как теперь становится абсолютно понятно, иностранных государств захватить власть в стране. В этом нет логики, нет равенства, нет справедливости. А там, где есть глобальная несправедливость, то появляется множество более мелких. Все госкомпании, все важные посты, финансовые потоки, они распределены среди своих, среди друзей, сослуживцев, соседей по дачному кооперативу и так далее. Неравномерность распределения доходов в результате у нас гораздо выше, чем в развитых странах. В то время как значительная часть общества еле-еле сводит концы с концами, менеджеры госкомпании не знают, куда девать деньги. Закупаются частными самолетами, дворцами, яхтами. Повторюсь, это не бизнесмены, которые рискуют своими деньгами, создают предприятия, новые индустрии. Нет. Это поставленные управлять государственным имуществом от имени государства и за государственный же риск чиновники, люди, которые должны приносить прибыль обществу. Но почему-то приносят ее себе. И не важно, что у них там записано в уставах госкорпорации, в их контрактах на опционы и золотые парашюты. Это очевидная несправедливость, когда в нищей стране друзья президента ведут за госсчет жизнь долларовых миллиардеров. Несправедливо, когда у них есть свое медообслуживание, своя пенсионная система, свои правила дорожного движения. Даже мораль в стране и то разная для власти и для остальных граждан. Для одних копейка из-за рубежа и все, и на агент. Для других хоть все озеро Коума застроить дачами, все равно патриот. Путинский режим не дает надежды на справедливость даже в будущем. Неравенство в настоящем времени передается по наследству. Ну а если вам не нравится такое положение дел, то вы столкнетесь с тем, что справедливости нет ни в полиции, ни в судах, ни даже в колониях. Ну может быть все, о чем я сейчас говорю, это какие-то абстрактные вещи, которые не имеют отношения к обычной жизни обычного человека? У меня есть для вас одна история, которая очень ярко показывает на близком всем примере всю несправедливость устройства общества при путинской власти. Булгаков подарил нам известную фразу «Квартирный вопрос испортил москвичей». Я сам москвич и не считаю своих сограждан испорченными. Но в чем классик прав, так это в том, что квартирный вопрос – это действительно болевая точка не только столицы, но и всей страны. Так было при советской власти, так и сейчас. Купить, получить или даже унаследовать отдельную квартиру – это мечта миллионов граждан. Мечта, часто, несбыточная. Позволить себе хоть какую недвижимость в собственность могут немногие. Но если представить себе идеальное жилье, то каким оно должно быть? Вот давайте пофантазируем. Наверное, в столице. Наверное, недалеко от центра. Наверное, престижный экологически чистый район. Рядом с парком, с хорошими видами и минимумом соседей. Просторными и светлыми квартирами. Знакомьтесь. Жилой комплекс «Белый лебедь». Чистый и престижный запад Москвы. Рядом Москва-река, университет, ботанический сад, научный парк, Воробьевы горы, стадион Ложники. Все утопает в зелени. Сказка не место. Да и сам дом под стать. Жилье относится к сегменту бизнес-класса. У дома есть подземная трехуровневая парковка, охраняемая территория. Из окон дома открывается панорамный вид на МГУ и Воробьевы горы. Рядом есть частная школа, спортзал с бассейном, с морской водой. Можно предположить, что жилье в этом доме стоит больших денег. И доступно, наверное, бизнесменам, топ-менеджерам крупных компаний, спортсменам и артистам. Ну, тем, кто готов выложить миллионы долларов за недвижимость. Наши журналисты изучили выписки из реестра собственников. И знаете, вовсе не только бизнесмены и артисты могут позволить себе такую роскошь. Как минимум 11 квартир в этом доме было роздано администрации президента неким частным лицам. 11 квартир общей стоимостью 1 миллиард 70 миллионов рублей перешли из собственности государства в собственность частников. Кто же эти счастливчики? И чем они заслужили такие подарки? Вот, например, Павел Зинькович. В настоящее время вице-президент по развитию группы компаний «Просвещение», которая специализируется на издании школьных учебников. В июле 2012 года Павел Зинькович и его семья получают от администрации президента квартиру в жилом комплексе «Белый лебедь» площадью 219 квадратных метров. На момент получения жилья Зинькович занимает пост заместителя начальника управления президента по внутренней политике. Помимо самого Зиньковича в числе собственников квартиры рыночной стоимостью 125 миллионов рублей стали его жена и троих детей. Я, конечно, далек от мысли, что работающий на государство сотрудник семьей из пяти человек должен ютиться в однушке на крайне фрязино. Но вам не кажется, что 219 квадратов стоимостью под 2 миллиона долларов – это какой-то перебор? И почему эта роскошь не дается во временное пользование, а дарится? У нас слишком много денег в бюджете, их просто некуда девать. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, найдем деньги, сделаем это, кстати. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Мы с вами начинали этот разговор с несправедливости. Что может быть более несправедливым, чем когда молодой 34-летний чиновник получает от государства огромную, дорогую квартиру в лучшем месте города? А, например, 94-летний ветеран умирает так и не дождавшись хоть какой-то своей жилплощади. Сейчас ветеран вынужден жить у дочери в однокомнатной квартире, где помимо них двоих еще внуки и правнуки, а своего жилья у него нет. 219 квадратных метров – это много, но что вы скажете про 270? Именно такую квартиру рыночной стоимостью больше 150 миллионов рублей получила от администрации президента семья Анатолия Шестерюка. Вам ничего не говорит это имя? Странно. Судя по размеру и стоимостью подаренной квартиры, это должен быть имеющий высочайшие заслуги перед страной человек. Анатолий Шестерюк – бывший глава Московского управления Росимуществом. В 2012 году чиновника обвинили в причастности к хищениям 100 объектов недвижимости общей стоимостью 10 миллиардов рублей. При этом квартиру в «Белом Лебеде» дети Шестерюка получили в собственности от администрации президента в 2013 году, уже после коррупционного скандала с участием их отца. Ну да, заслуженный человек, нечего сказать. Но тут важно добавить следующее. Даже если человек действительно заслуженный, даже если это приличный, компетентный, честный сотрудник министерства, ведомства, службы или администрации, нельзя неправильно, несправедливо раздавать такие квартиры чиновникам, в то время как, например, 190 тысяч детей-сирот не могут получить никакого жилья. Когда более 4 миллионов человек в стране стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Заметьте, не в очереди на получение в собственность 200-метровой квартиры в лучшем районе Москвы, а всего лишь на получение абы какого жилья в социальный найм по жестким нормативам площади на человека. Вот, например, сколько жил площади по нормативам должна была бы получить семья Сергея Осипова? Осипов – это бывший начальник управления информационного и документационного обеспечения администрации президента. Семья из трех человек. Читаем закон. По 18 метров общей площади на человека получается 54 метра. Это у вас получается 54 метра. А у семьи Осиповых получается 295 метров. 164 у Осипова и его жены, и 131 у Виктории Якушевой, дочери Осипова. Общей стоимостью около 170 миллионов рублей. Причем дочь Осипова, Виктория Якушева, даже не является и не являлась госслужащей. Она балерин Большого театра. Возможно, Якушева – прекрасная балерина. Но почему государство должно дарить ей квартиру стоимостью миллион долларов? Вот это мне непонятно. Нет ни одного достоверного или отвечающего общепринятым представлениям о справедливости объяснения, почему чиновники и просто случайные люди получают в дар от государства собственность на миллионы долларов. Справедливого объяснения нет. Но есть логичное. Понятно, что это скрытая форма оплаты. Властям пока стыдно. Все-таки декларации еще публикуются. Так вот, им стыдно признавать, что на оплату вполне себе мелких клерков в администрации президента тратятся миллионы не рублей, а долларов. И на это денег не жалко. Общие, конечно, миллионы. Бюджетные. Стесняются прямо сказать, что при минимальной в стране зарплате в 11 тысяч рублей и средней в 35 тысяч чиновники администрации получают бонусы в 125 миллионов. А если этот бонус закамуфлировать под улучшение жилищных условий, то вроде бы и не так заметно. А почему вообще чиновникам надо выдавать такие безумные бонусы? Не, ну правильно. В справедливо устроенном обществе, конечно, не нужно. Там чиновники работают на благо страны, граждан и так далее в соответствии с законом. Но при путинском режиме чиновники занимаются тем, что помогают поддерживать несправедливое устройство государства. Их надо подкупать, чтобы они продолжали этим заниматься. Чтобы разгоняли недовольных, преследовали несогласных, обеспечивали быт и потребности вот этой вот всей комарилии. А вот такой прекрасный дом. Символ политического устройства путинского государства, где все устроено несправедливо. И каждая новая несправедливость призвана поддерживать главную, несменяемого царя, который решил пожизненно узурпировать власть. Представление о справедливости – это базовая черта человека. Неважно, верите ли вы в Бога или не верите. Возводите представление о справедливости к заповедям или к эволюции. Важно, что человеческое общество без общепризнаваемых представлений о справедливости жить не может. Или может, но недолго. И чем дольше мы будем наблюдать власть, которая столь очевидна, несправедлива, тем более жестким и конфликтным будет переход к более справедливому устройству. Счастливо вам!